Всем привет! С вами снова я, и, как обещала, видео с небольшой работой, которую я решила нарисовать в промежутке согласования эскизов для большого заказа, и вот в выдавшееся такое маленькое окно я решила потратить свои силы на то, чтобы запечатлеть на холсте какой-то нетипичный для меня сюжет. Я уже нарисовала Эйфелеву башню, но она была достаточно такая обычная к моему творчеству, всякие эти точки, освещения, поталь — это всё мы уже видели у меня, вот чего мы у меня не видели. В первую очередь я задаю себе этот вопрос, и тут я хочу вам показать не просто процесс, потому что процесс, на самом деле, невероятно простой, а скорее показать, как я работаю с референсами и составляю свою идею. Как и все люди, да, я залипаю в социальных сетях, в тиктоках, в всяких группах, и у меня очень много подписок на фотографов, на блогеров нет, но вот на каких-то людей, которые что-то создают эстетичное. В тиктоке мне попадается много людей, которые творят прекрасное свое искусство, спасибо алгоритмам тиктока, которые выносят на поверхность самое интересное. Не знаю, опять же, чем ваши алгоритмы наполнены мои, исключительно про творчество, ну и, конечно, смешные видео про котовку, даже без этого. У меня попалось видео, в котором была подборка фотографий очень красивой пары, и там была потрясающая такая нежная фотография, двое молодых людей, он и она в черных пальто на фоне залива, и вокруг летают чайки. Я такая, о боже, это прекрасно, я хочу такой сюжет нарисовать. И мне понравилась именно вот эта контрастность черных силуэтов к такому сепиофону. Про чайки я тоже подумала, круто, у меня часто вообще птицы в картинах, я возьму себе эту идею, и вот тут, собственно, начинается работа с референсами. Я обычно не пишу реалистично, я зачастую сильно стилизую, помимо портретов, да, я еще какие-то композиционные решения делаю, но здесь я решила, что нет, мне именно нравится вот это ощущение реальности, и как бы его перенести, оставаясь внутри своего стиля. Я подумала, что здесь я буду, конечно, играться только с техникой, которой я владею, именно акрилом, и скомпилирую вот эту вот идею пары, стоящую, вот на берегу залива, да, как бы формат, в котором я хочу работать, он маленький, что там я от залива нарисую, телефон, чайки, да, я могла бы их сделать при помощи, там, трафаретной пленки, или наоборот, через трафареток их сделать, чай, как-то их размазать, пытаться сделать движение, но опять формат маленький, и это все потеряется, поэтому я решила поставить коксовую парочку не на берегу залива, вокруг чаек, это мы оставим на следующий раз, найти им новую локацию, и я решила выбрать любимые декорации своего Санкт-Петербурга, канал Грибоедова, это та самая решетка, мимо которой я ходила каждый день, и через канал непосредственно вид на дома, на архитектуру, и все это в снежном сеттинге, да, зимнем, а зиму я пишу очень редко, даже я не знаю почему, прекрасное время года, только сейчас смогла это до конца распробовать, когда осталась без снега в Грузии, где я сейчас живу, нет снега вообще, по крайней мере в Тбилиси, и поэтому снежная тема меня захватила, я решила, ну, с этим я поиграюсь. От того референса, на который я смотрела, осталась пара, которая вот как бы тянется в поцелуй друг к другу, остались черные вот эти одежды, пальто, очень интенсивный цвет, и фон ушел в такую небрежную проработку линии города и снежные хлопья, которые, ради которых на самом деле все затевалось и случилось. Опять же, работаю я с Охристова подмалевка, и здесь мне очень сильно помогают вообще в создании этой картины мои любимые краски от Таир, конкретно серия делюксов, в которых присутствуют эти потрясающие цвета, грозовое небо, там серый льняной, что-то там еще, там теплое серое, боже, какие они потрясающие, они уже намешаны так сложными оттенками, тебе не нужно ничего придумать, да, я их между собой миксую, но вот эта вот база, которая уже, база, да, Таир выдали базу, с которой очень приятно и круто работать. Ну и, конечно, такой формат, я вообще хотела не даже не прописывать лица, сделать это как будто бы как на смазанной фотографии, но пока не могу, видите, не могу себя отпустить, опять заигралась этими мелкими пальчиками, детальками, ну пусть будут, может быть в следующий раз я смогу найти в себе какой-то такой штрих, который сделает это более таким хаотичным, менее таким прописанным, как миниатюр, да, вот хочется от этого уйти, но в любом случае кайфом в конце было добавить вот этого летящего снега, хаотичные такие мазки, которые просто рандомно по картиной плоскости набросаны, и я старалась делать это рандомно, да, потому что человеческий мозг, он такой, я не умею рандомно, я пытаюсь найти какую-то закономерность и просто начинаю тыкать в одни и те же места или в шахматном порядке, и это, конечно, безумие. Можно было бы, я думала о том, чтобы сделать это своим любимым приемом брызг, но брызги не похожи на снег, как по мне, поэтому я их решила ставить кисточкой. И в итоге вы можете заметить, как референс, из которого изначально мне понравилась вот эта вот нежность пары, которая тянется друг к другу, и их черное пальто переросло в такой вот сюжет с городом, да, я заменила фон, немножко поменяла положение рук, там, прически, соответственно, свою добавила стилизацию, и от первоначальной идеи, от первоначальной фотографии уже, как бы, почти ничего не осталось. И вот таким образом я вдохновляюсь где-то цветовой палитрой, где-то какой-то вот этой вот нежностью, как люди обнимают друг друга, я часто смотрю какие-то фотографии, звучит странно, красивые авторские фотографии, где какие-то интересные позы могут быть, хотя по моим работам, возможно, этого не скажешь, но в любом случае я все-таки обращаюсь с каким-то референсом, хотя и обрабатываю их под свои нужды, так скажем, до неузнаваемости, если это можно так выразиться, да, то есть от первоначального рефа может почти ничего не остаться. Поэтому вот было мне интересно создать зимний сюжет, выйти из поля такой своей супер-декоративности, была рада написать эту маленькую картину, а сейчас я пошла заказывать гигантский холст и процессами работы над этой гигантской картиной, конечно, я буду снимать, сделаю итоговое видео, буду делиться здесь фотографиями, этапами до того, как выпущу это видео, потому что процесс явно будет не быстрый, ну и увидимся с вами скоро в новых постах, в новых видео. Всем спасибо, что все еще стоите со мной, поддерживайте меня, я это бесконечно ценю, ну и пишите ваши комментарии, я всегда буду рада услышать ваше мнение. Всем пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok